Друзья мои, всем привет! Всех с наступившим Новым Годом! Так, ну что у нас? Что у нас сегодня на повестке дня? На повестке дня у нас сегодня авторынок зеленый угол. Это первое видео в этом году. Зайдем на рынок, посмотрим цены, посмотрим как они поменялись. Можете посмотреть предыдущие мои видео, посравнивать просто цены предновогодние, какие ценники были до нового года, какие цены на автомобили сейчас. Покажу несколько автомобилей, привезенных на заказ, ну заодно посравнивайте цены. вот я там посчитаю привести автомобиль по старому курсу да во сколько они встали клиентам и если привести автомобиль растаможность вообще купить и в японии по новому курсу единственное автомобили привезенный на заказ я снимал не помню наверное дня два может три назад вот в общем смысл в чем смысл в том то что на момент съемки курс евро курс иены был 5850 сегодня сегодня курс иены у нас 5530 то есть иена у нас упала к новому году у нас курс подзадрался про все праздники курс был высокий сейчас начинаются рабочие дни то есть курс у нас начинает немножко падать вот поэтому посмотрим посравниваем вот но я хочу напомнить что я занимаюсь проверка автомобиля перед покупкой то есть если вы хотите приобрести право в право право автомобиль автомобиль с правым рулем вот заходите на дрон выбирать автомобиль сбрасывайте ссылочку я его проверяю также через меня можете привезти автомобиль на заказ с аукционов японии можете заказать автомобиль под ключ по городу владивосток можете заказать автомобиль под ключ по зеленке вот ну и для самых таких решительных смелых кто приезжает владивосток то хочет побывать на авто рынке зеленый угол просто посмотреть наш город мы можем встретиться с вами на вторенька зеленый угол пройти по рынку луринал автомобиль в общем мой телефон указан под каждым видео и в описании канала более подробная информация в отцове поехали итак друзья находимся на стоянке на одной стоянок авто рынка зеленый угол машин много машин очень много давайте посмотрим сколько стоят автомобили на авторынке suzuki solio 15 год 1 и 2 это не полноценный гибрид автомобиль 4 воды стоимость 845 тысяч рублей штатное литье туманки фары линзы антенна две двери боковые сдвижные аукционная оценка три с половиной балла пробег на автомобиле сто две тысячи suzuki ignis черный цвет 16 год своеобразный автомобиль смотрите их два стоит значит а ну тоже не полноценный гибрид аукционная оценка три с половиной балла автомобиль тоже 4 воды как и соль его кстати напоминаю есть звуки солью а есть delica d2 полностью одинаковые ну практически полностью одинаковые автомобили и так ignis в черном цвете стоит 877 тысяч рублей серенький это уже идет 4 балла 17 год 4 воды тоже написано указано гибрид аукционная оценка четыре балла стоимость 897 тысяч рублей давайте захватим еще белый 16 год гибрид 899 тысяч рублей оценка указано 4 балла стоит fit свеженький fit 17 год полтора литра гибрид такой вишневый цвет красивый цвет на самом деле стоимость автомобиля 938 тысяч рублей ребят я так понимаю это ценники все старые да где-то вот цена переписана допустим как на ноуте поэтому ну ценники ценники они потихонечку конечно же на автомобиле они поднимаются итак 17 год что это это у нас стоит солью 17 год гибрид 898 тысяч 4 балла давайте посмотрим автомобили подороже равчик они кстати есть двухлитровые есть 2 и 5 гибриды и так это у нас стоит 19 год десятый месяц оценка 5 баллов стоимость автомобиля два миллиона пятьсот восемьдесят тысяч рублей но я так понимаю это идет не гибрид за такую стоимость до не гибрид следующий автомобиль subaru forester 18 год 2 литра коробки передач вариатор есть гибрид есть 2 и 5 2 и 5 конечно же они пободрее но естественно не подороже пошли на них весьма весьма подороже и так восемнадцатый год 2 миллиона сто девяносто пять тысяч я так думаю это тоже старая цена на автомобиль танк восемнадцатый год семьсот тридцать приус девятнадцатый год пробег 22 тысячи один миллион пятьсот двадцать пять тысяч еще один forester цена на forester не указано не указано клипс цены нету давайте посмотрим ценники на спайки спайки фриды популярнейшие автомобили несмотря на старый кузов да на старенький год на старые годы автомобили постоянно спрашивают найти такой на рынке на рынке с небольшим пробегом у ребят это большая редкость и так это гибрид 848 тысяч год год не указан fit shuttle год тоже не вижу 758 тысяч рублей toyota corolla филдер старый хороший надежный неприхотливый автомобиль в обслуживании 828 тысяч резины начали торговать аукционная оценка значит 4 балла кузов целый пробег 120 тысяч 120 тысяч для этого автомобиля смешной пробег ни о чем дальше стоит у нас кроссовер nissan x-trail 18 год двухлитровый гибрид четыре с половиной балла пробег 68 тысяч стоимость автомобиля 1 миллион восемьсот сорок девять тысяч стоит у нас inside девятый год это у нас идет так идет это у нас один и три стоимость семьсот пятнадцать тысяч рублей fit shuttle двенадцатый год один и три премиум selection комплектация navi 757 тысяч она и популярнейший кейкар honda n wagon значит комплектация каста максималка 579 тысяч рублей тойота сиента такой назовем это не полноценный минивенов с тремя три ряда сидений они есть гибриды есть не гибриды есть 4 в.д. данная версия это гибрид семнадцатый год 1 миллион сто девяносто восемь тысяч рублей так это у нас wish 5 9 год 18 миллион вот это цены девятьсот девяносто восемь тысяч стоит автомобиль так ровчик цена цены не вижу это филдер в xb комплектация в xb это очень дорогие комплектации и так это семнадцатый год гибрид стоит один миллион триста двадцать тысяч рублей так но я думаю примерный диапазон цен на авторынке зеленый угол ясеном да ты сегодня фрид семнадцатый год один миллион двести восемьдесят пять тысяч рублей давайте посмотрим сколько стоят прадики если цена есть мы сейчас будем перемещаться посмотрим сколько стоят автомобили привезенные на заказ заодно прочитаем цену я хочу напомнить то что видео снимал несколько дней назад до сегодня в курсе на 55 по моему 30 на тот момент когда я снимал видео и она была 5850 поэтому сами в принципе можете посчитать по удорожанию и так это у нас стоит танк да там джасти руми доход сутор это полностью одинаково автомобили это turbo кстати моторы у них турбовые литровые есть турбовые восемьсот тридцать семь тысяч рублей приус 4 воды это 55 ты кузов 1 миллион двести восемьдесят семь тысяч рублей все шерсти на стогу 4 воды джетил это дешевым комплектация 1 миллион пятьсот тридцать семь тысяч рублей так друзья мои это значит фрид восемнадцатый год шестой месяц его купили на кнопки 12 10 в того года 22 года смотрите значит давайте посчитаем поймем с вами по стоимости да сколько он обходится то есть расходы по японии 2 миллиона сорок три тысячи йен 43 500 автомобиль был куплен и она была по 47 и того это 960 тысяч ну грубо говоря 500 рублей 960 445 на сегодняшний день по сегодняшнему курсу если читать если вот прям по сегодняшней и не а сегодня ена у нас с вами 5850 до и тогда это получается 1 миллион сто девяносто пять тысяч рублей то есть видите да какая равенца сразу с вами существенная прям ощутимая дальше значит расходы по россии пошлина склад брокер 225 тысяч девятьсот девяносто рублей и того стоимость автомобиля миллион сто восемьдесят шесть четыреста тридцать пять плюс здесь машина привезла еще на физика плюс физик десять с половиной тысяч ну и соответственно смотрите какая разница если мы покупаем сейчас автомобиль по сегодняшнему курсу да это я еще не считал евро миллион сто девяносто пять плюс двести двадцать пять тысяч девятьсот девяносто рублей и тому получаем ребят практически полтора миллиона рублей один миллион четыреста двадцать одна тысяча четыреста тридцать семь рублей плюс соответственно идет еще и комиссия то что вы понимали как вообще как влияет курс на покупку автомобиля вот теперь вернемся к автомобилю это фрид плюс серый цвет автомобиль целенький минимальный пробег 22000 у него есть коточка с правой стороны бампер вот это дело все у нас оттирается но по-хорошему конечно уголок подкрасить и есть вот такой вот момент на крыле но здесь автомобиль выигрывает за счет пробега то есть штатная литье идет серый практичный цвет комплектация здесь идет максимальная максимально уже просто некуда автомобиль забирали на цепи лед фиговину такие потому что ну ездить было невозможно некоторые автомобили просто грузили на эвакуатор и снегопад вытаскивали на эвакуаторе мотор у нас просто шепчет абсолютно не ржавый все как новенько 22000 пробег на автомобиле я вам скажу так фрид это такой автомобиль до который набрал популярны что вот свежие фриды что вот старые фриды спайки это вообще-то просто просто хиты продаж вот эти вот автомобили и так система безопасности дальше при столкновении есть повторители есть бесключевой доступ как я уже сказал идет максимальная комплектация такая вот дверная карта серый пластик черные кожаные вставки сиденья есть вперед-назад здесь тоже идет с кожаными вставкой подстаканник сделано под дерево все как положено бардачок так аукционник аукционник попытаюсь найти прикрепить его вот видео кому-нибудь интересно вот у номер кузова открываете ребят смотрите у нас только честные хорошие автомобили двери идут электро сиденья задние двигаются у нас вперед-назад здесь предусмотрен кармашек здесь просто идет огромное багажное отделение где фрид плюс тоже таки удобный поручни сверху вот такой вот встроенный кармашек идет состояние автомобиля по низу есть автомобили 4 воды передний привод есть автомобили гибриды здесь у нас передок передок идет на вариаторе гибрид идет на роботе тоже в салоне очень много места то есть практично удобный салон сидеть здесь будет комфортно взрослому человеку к сиденье водителя у нас добавляется третья опция регулировка это регулировка по высоте здесь у нас управление четырьмя стеклоподъемниками две двери подогрев лобового стекла отключение системы безопасности это датчик при столкновении по полосе есть антиюз две двери подстаканник кнопка старт идет полный руль не половинка именно полный руль идет кожаный снизу у нас розетка 12 вольт выдвижного такого столик на 3 килограмма и выдвижной идет один подстаканник управления климат-контролем руль регулируется у нас по высоте магнитолог газов можно подключить телефон идет управление менюшкой по полосе все как положено пробег на автомобиле 22000 камера есть траектории нет при включении можно переделать меню будем видеть что у нас происходит с передними с передними колесами также обратите внимание сверху есть еще один дополнительный бардачок что касается места во передней части тоже комфортно очень удобно ну естественно спасают подлокотники то есть не было бы подлокотника с левой стороны есть было бы опять же я сужу всегда по себе но мне было бы некомфортно здесь есть подлокотник поставили сели и поехали широкое лобовое стекло есть дополнительные окна в стойках тоже добавляют обзорности ну и здесь у нас есть зеркала вот такой вот шикарный клево ребят автомобиль хотите такой же мой телефон указан под каждым видео и в описании канала переходим к следующему это у нас уже идет mazda ребят mazda 18 год 12 месяц четыре с половиной балла пробег 45000 тоже максимальная комплектация значит она была куплена и она была 40 46 и того стоимость автомобиля 2 миллиона триста девяносто девять тысяч я думаю представляете до стоимость если считать иену по 58 с половиной и так это шикарный полноразмерный кроссовер я кстати начал засматриваться если честно на но такого плана автомобиль нестандартная клевое литье резина лето его по моему забирали вообще на эвакуаторе сонары обыватели повторители сверху установлены у нас рейлинги по низу идет chrome бесключевой доступ слепые зоны сзади также сонары состояние автомобиля снизу как обычно все новенькое все шикарно все блестит салон идет кожаным максимальный здесь идет диван также они есть где идет два капитанских кресла широкий подлокотник подлокотники имеется два избитого здесь такая вот подкладочка подстилка до 2 подстаканника удобные сиденья сиденья у нас складываются третий ряд сейчас ему вернемся покажу вам третий ряд управление песка климат-контроля со второго ряда сидений также включение обогревов на второй ряд сидений здесь у нас кармашки вот так вот идут лесенкой вместо по задней части будет не будет а есть очень много значит музыка колонки bosch кожаные вставки стеклоподъемники тоже идут в одно касание это очень удобно также предусмотрены у нас штатные шторочки ставка так идет под дерево и под хрону прикольно прям прикольно японцы сделали молодцы багажное отделение дверь у нас идет электро также она открывается салона вот в таком состоянии автомобиль пришел с японии 8 ничего не делали не чистили не мыли так немного обрел в порядок багажное отделение с японии пришел вот такой вот коврик значит там задняя часть идет такое двойное скажем так но да то есть мы туда можем что-то тоже запихать положить ремкомплект у нас имеется багажное отделение ну в принципе тоже довольно неплохое багажное отделение даст им учетом то что это идет полноразмерный минивэн третий ряд сидений тоже идет кожаный вот так интересно до складываются здесь подлокотники получается заезжает она вот да вот под креслом под сидение идет по два подстаканника ну и тоже какие-то вот такие небольшие окошечки у нас имеется да то есть потянули и сложили вот так это все делается так об пусть она идет на автомате здесь подлокотников и подлокотник подголовник он откинулся так бонусом кстати пришло два регистратора задний регистратор и передний регистратор и вижу тоже у нас есть дверь электро также открывается она из салона 2 миллиона 399 тысяч стоит такой автомобиль пойдем посмотрим подкапотное пространство это дизель 2 и 2 тоже все новенькое все блестит мотор шепчет шильдик ему интересно посмотреть сидение электро есть память сидений пусть она идет на камерах пробег 45000 аукцион четыре с половиной балла кузов идет целой значит давайте вернемся по передней части полную руль адаптивный круиз-контроль если пяточки кому интересно да там переключать что он еще есть управление музыкой подключаем телефон управление климат-контролем климат-контроль идет двухзонный обогрева переднего сидения обогрев руля электронный ручник круговой обзор камеры сказал у нас есть имеется очень удобная штука очень удобная функция два подстаканника бардачок разделен вот таким вот образом здесь у нас о пришел с флешкой автомобиль ништяк круто есть аукс и 2 юсб входа тоже имеется надо с кнопочку открыл подсветка идет диодная кстати ребят идет темный потолок я люблю когда идет темный потолок бардачок пластик идет такой мягкий так ну я понимаю да есть проекция также установлены пищалки bosch вместо ну все говорить по место автомобиль для больших людей мужчин любому человеку здесь будет абсолютно любому человеку комфортно то есть я сел на место по бокам еще очень очень много мишка управление я это мышкой называю почему-то почему-то нравится мне это называть мышкой в общем кто кто ребят собирается покупать себе кроссовер до такой полноразмерный я прям рекомендую рассмотреть вот мосту cx8 но на коже то есть автомобиль на тряпке он смотрится как-то вот поверьте не очень следующий это степ пробег 68000 оценка четыре с половиной балла комплектация него спада значит он был куплен на кнопки 3 3 11 естественно 22 года расходы по японии составили 3 миллиона 32 миллиона триста двадцать три тысячи курс 45 это 1 миллион сорок пять тысяч рублей если мы считаем сегодня опять же ребят 5850 это один миллион триста двадцать три тысячи да то есть делим на 100 и умножаем на 5850 а стоп 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 1 миллион триста пятьдесят восемь тысяч то есть опять же видите да какая разница прям ну реально огромная ощутимая разница его просчитывали изначально миллиона миллион четыреста пусть я это веду к тому да то что напишите мне в договоре конечную стоимость автомобиля ребят это сделать к сожалению ну просто невозможно никак то есть есть такие обстоятельства до которые мы не можем с вами обойти опять же это курс иены хотя ну в принципе иену можно зафиксировать да но растаможка автомобиля курс евро курс доллара зафиксировать сожалению никак у нас не получается ладно и что мы имеем да то есть 1 миллион миллион сорок пять тысяч рублей плюс прибавляем сюда склад брокер физик стоянка да кстати здесь был эвакуатор получается расходы по россии четыреста восемьдесят тысяч пятьсот рублей и того данный автомобиль обошелся 1 миллион пятьсот двадцать шесть тысяч рублей на данный момент это реально клёвая хорошая цена за этот автомобиль то есть сейчас по сегодняшнему курсу его будет привести намного намного дороже по передней части нас идут туманки повторители штатное литье резина резина идет под замену кстати есть такие моменты да то что резину при покупке автомобиля на аукционе посмотреть мы с вами не можем две двери пробег 60 до 67 тысяч сзади идет двойная дверь то есть она открывается и ломается хром ручки подсветка кожаный встав лучу тоже максимальная комплектация есть монитор вот он ключ один четыре с половиной балла 67 тысяч пробег кузовщина вся идет целенькая подстаканник бардачок вот степ пришел так документы степ пришел его нужно почистить то есть обращали есть эти подогревы на автомобиле думаю кто за мной наблюдает видели да то что автомобили приходит бывает придет автомобилем придет прям в идеале а бывает то что ну да вот присутствует какая-то грязь то есть мы автомобили не чистим мы не занимаемся как автомобиль пришел в каком состоянии в таком состоянии вы получает заказчик это у нас идет полноразмерный минивэн три ряда сидений максимальной комплектации тоже вижу идет диодная подсветка монитор управление печкой два столика такой функциональный автомобиль автомобиль она потом посмотрим потом посмотрим что это такое пойдем посмотрим по передней части ну как обычно подкапотное пространство ветровики на дверка очень удобно нужно багажник попасть тут стоит и суд за такой дверь не открывается моё сбоку раз открыли пожалуйста кстати вот эта дверь да здесь так смотрите идет специальный коврик до ногой встаем ногой и проходим туда также дверь можно открыть изнутри специально кнопочка есть вниз автомобиля полный руль две двери безопасность подогревы сидений ниша тоже выдвижной столик выдвижной подстаканники есть ай-стоп естественно эта кнопка старт сверху предусмотрено два бардачка 67000 кругового обзора нет на автомобиле климат идет двух зоны здесь место но стёпа в рекламе место я думаю ребят не нуждается место очень много места в вагон вагон еще можно посадить сюда всю семью еще и пол квартиры перевести тоже вопросов нет ладно друзья на сегодня будем заканчивать вот если вы хотите привести автомобиль с аукционов японии звоните пишите обращайтесь также если вы хотите проверить автомобиль который находится во владивостоке в любом абсолютно любом городе приморского края мой телефон указан под каждым видео и в описании канала всем пока ребят